Меня очень интересует, сможем ли мы после войны почувствовать вот эту, знаете... Ведь Германия тоже очень разная страна, у них живут разные люди, Гавария не похожа на другие земли, понимаете? То есть там все земли не похожи друг на друга, но все не чувствуют себя немцами, и все не любят свою страну, и все не готовы за нее порвать, так сказать, весь мир. И это нормальное чувство, это и есть патриотизм. Важно ли, чтобы все одинаково думали, Ян, чтобы все одинаково чувствовали, чтобы все любили одинаковые книги, чтобы все... В общем, важно ли моно или поли, все-таки культурность? Вот это очень важный вопрос, который будет определять гуманитарный строй страны и ценности тоже. Как бы вы его решали? Или как бы вы предлагали его решать обществу? Во-первых, мы обречены на поликультурность. Мы просто обречены на поликультурность. У нас, по-моему, 96 наций. То есть мы с Арестовичем согласны? Ну, наверное. Вы знаете, Арестович очень неглупый человек. Его хейтят именно за то, что он сильно неглупый. Был бы, простите, дураком, наверное, влюбили. Понимаете, поликультурность в данном случае... Это, по-моему, у евреев есть фраза, что в тот момент... Мы сможем помириться с арабами в тот момент, когда они начнут любить своих детей больше, чем ненавидеть нас. Очень, на мой взгляд, важная вещь. Понимать, что на ненависти невозможно построить ничего хорошего. В Украине, опять-таки, мне очень жаль и неприятно об этом говорить, но об этом надо говорить открыто. Украина – общество, которое очень часто культивирует нетерпимость. На этом строятся политические программы. Это специальное прекрасное слово «срач». Понимаете, для этого? Я стараюсь убегать на это, не литературно. Но это действительно. Мы склонны к самым разного типа срачам. Если мы не находим темы для срача, мы просто спать не можем. Вот у нас политические партии строят на этом свою популярность. У нас строятся на этом программы лидеров политических партий. Давайте подумаем, а почему так происходит? А что нам с этим делать дальше? Как нам с этим дальше жить? Или вот там внутри страны. Ай, вот всегда мне нравилось. Это схедняки. А это, значит, типа рагули. Вот и поговорили. Единая соборная Украина во всей красе. И одновременно я знаю людей из той и с другой стороны, которые готовы, в общем-то, на жизнь положить на то, чтобы найти общие точки соприкосновения и построить на этой основе что-то приличное. Но для этого же нужно не искать легкой популярности, не бояться говорить правду, не бояться говорить о каких-то вещах, которые тебе не нравятся. Мы же все знаем, что у власти находятся, ну, мягко говоря, не ангелы и не самые умные люди на Земле. Ну так что? Власть дает какую-то индульгенцию? Власть им дает право делать, что они хотят, только потому что они власть? Ну, мое глубочайшее убеждение, что интеллигентный человек, он всегда находится в оппозиции. В какой-либо оппозиции. В культурной оппозиции, в политической оппозиции, в моральной оппозиции. Но нельзя идти вместе со стадом. Нельзя идти вместе со стадом, потому что когда каждый из нас принимает такое решение, мы создаем то самое стадо, которым так легко управлять, которого легко повезти куда-либо. Я потрясен, с какой легкостью сейчас средства массовой информации, они у нас стали, в общем-то, более доступными, более легко организуемыми. Телеграм-канал с миллионом подписчиков играет огромную роль в общественной жизни. Каким образом можно легко людей повезти в любую из сторон? Просто легчайшим образом. К сожалению. У меня была возможность в этом убедиться. Но знаете, я всегда говорю, я думаю, что вы говорите это своим читателям, я всегда говорю зрителям. Задавайте себе вопросы. Когда вам говорят, что там на вербе грушу растут, ну вы хотя бы сходите, проверите, висят там груши или нет. Задавайте себе вопросы, а почему так? А почему? И вы увидите с удивлением, вы обнаружите, что вы можете отстроиться от этих общих убеждений, вы можете действительно искать правду. Ну вот я хочу с вами поговорить о более важном вопросе. Вопрос гуманитарного лицемерия. Опять же, должны ли мы думать об этом, когда мы думаем о том, каким будет будущее страны? Смотрите, мы говорим, что мы хотим европейской ценности. И я вам скажу так, что лучше демократии действительно мир ничего не придумал. Ну на самом деле. У демократии много издержек, но это так. Тут Черчилль был прав. Это ему приписывают? Не знаю. Его фраза или не его, не знаю. Глубоко не исследовала. Но мысль очень верна. И понятно, что свобода слова нужна для того, чтобы в том виде, в котором она существует хотя бы в Америке на стыке политических интересов, для того, чтобы регулировать общество, регулировать и держать в узде политиков. Да, потому что иначе их в узде держать невозможно. И многое другое. И вот когда уже очень давно нам говорят, как вы могли. Ведь европейская журналистика или европейская вообще культурная платформа зерстится на том, что каждый имеет, если он не нарушает закон, право голоса. И с одной стороны мы говорим, что мы хотим свободы слова. С другой стороны мы говорим, что интервью можно брать только у тех людей, которые нам нравятся. А у тех, которые не нравятся, у них нельзя брать интервью. Вопросы можно задавать. Если вы берете у них интервью, значит вы разделяете с ними их убеждения. И так далее. Где здесь вообще европейские ценности? Это же чистая азиатщина, кстати говоря. Это же в России так говорят. Понимаете? Ну, даже я скажу вам, в Азии во многих странах дело обстоит лучше, чем у нас в этом плане. И все. Но это нравится? Нет. Мы спорим, мы ругаемся, но мы всегда пытаемся найти общие точки соприкосновения. Дело в том, что в любом споре должна быть цель. Помните, как у Жванецкого, что спор не может быть бесцельным. А в основном у нас споры, они бесцелены. Мы спорим там до хрипоты. Я удивляюсь людям, которые до сих пор спорят, кто лучше, Зеленский или Порошенко. Я вам скажу честно, Наташа, мне никогда не работалось легче, чем при Порошенко. Потому что я сдавал документы, получал нужные лицензии, я не платил взяток. Мне впервые в жизни вернули НДС. Без всяких яких, без взяток, без прыганий, без вымогательства. Ну да, я голосовал, мне не стыдно. Почему? Во-первых, не меняют свои взгляды только мертвецы и круглые идиоты. Постепенно, когда ты что-либо о человеке узнаешь, ты можешь трансформировать свое мнение, ты можешь его изменить. Но вот эта вот любовь до гроба или ненависть до зубовного скрежета, она же свидетельствует об ограниченности. Потому что политики это такие же люди. Они у нас с вами в найме. Мы их наняли для того, чтобы они выполняли определенную работу. Это не Господь, Бог спустившийся на землю. Мне очень понравилась фраза про Цишина Богдана, великолепное чество юмора у человека, когда, по-моему... Я записывала с ним интервью, я знаю, да, а Богдана прекрасно. Он сказал, Господи, неужели мы не срались целый месяц? Это было через месяц после начала войны. Знаете, то есть, ну вот фраза, которая говорит о обществе значительно больше, чем сотни написанных страниц. Мы не срались целый месяц. То есть, мы проявили перед лицом опасность единения. У нас перспектива, если мы не начнем пытаться находить общий язык друг с другом, она печальная. Она печальная в культуре, потому что ни одна культура не может быть изолированной. В тот момент, когда мы начинаем 50% своих граждан выносить за скобки, просто говоря, что, ну, это же люди, говорящие на ненужном нам языке. Хотя, еще раз, я понимаю глубинные причины, которые сейчас обостряют эту ситуацию. Но как только мы выбрасываем людей за скобки, мы сразу получаем у себя, ну, не знаю, как бы, врагов, не врагов, но людей, которые вспомнят в крайнем случае, как их выбрасывали за скобки. Очень сложно найти консенсус сейчас в обществе, особенно во время войны. Я полагаю, что многим из нас сейчас нужно неправильное слово отказаться от свобод каких-то, да, но надо понимать, что в какой-то момент амбиции нужно поставить на службу стране вот сейчас. Я, прежде всего, говорю о своем собственном опыте, потому что ничего важнее, чем победить, сейчас нет. Потому что если мы победим, если мы не победим, мы исчезнем. У меня нет уверенности в том, что если мы победим, все будет благополучно, потому что я, заглядывая вперед, вижу там очень долгие годы противостояния, и никуда не денется Россия, стоящая на наших границах, и никуда не денется эта взаимная ненависть, и могилы, как вы знаете, на них виноградная лоза на месте пролитой крови прорастает плохо. Прорастает только как у любящий плющ. И мы опять-таки об этом не помним. Поэтому сейчас объединить силы, забыть о разногласиях, попытаться в какой-то момент может быть наступить на горло своей песни, да? Потом поем. наступить на горло, да?